Дорогие депутаты, приглашённые. Я представлюсь на своих обязанностях 5 декабря 2017 года, в декабре месяца каждого года, и в последний раз, в связи с решением основных задач, принятием бюджета будущего ухода, завершением 2019 года, на день этого работы и сестрованного обеспечения новогодних мероприятий. Практическими задачами декабря ушедшего года являлись смена руководства Умпназаровских лет, муниципального интернета, предстоительства, постановка сдачи перед новым назначенным руководителем. Так, перед руководителем Умпназаровских лет была поставлена задача инвентаризации имущества предприятия, анализ финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности имущества, работа с декабрями. Перед декабря достоинства была поставлена задача обеспечения сохранности предприятия как имущественного комплекса. Все мы прекрасно понимаем, что предприятие к зиме оказалось не готовым, и, собственно говоря, финансовые деятельности, хозяйственные деятельности с октября прошлого года не осуществляли. Большим вопросом, который пришлось решать в декабре, был вопрос при образовании муниципальных детских и спортивных школ в организации спортивной подготовки. Поставленные задачи в декабре месяцы выполняются. 13 декабря 2017 года Назаровским городским советом будет принят бюджет города Назарового 2018 года. Рассмотрены и приняты все целевые городские программы, проведены корректировки бюджета. Совместная работа Назаровского городского совета и администрации города позволила в своевременном и в полном объеме выполнить и исполнить все обязательства по области заработной платы всем работникам бюджета на сфере города Назарового. И дала возможность в январе 2018 года выйти на целевые значения, определенные указом президента Российской Федерации 2012 года. План по доходам декабря 2017 года выполнен администрацией на 108%. Вместо плановых 35 млн. рублей собрано 38 млн. рублей, но при этом, при всем, нам не удалось в полном объеме профилансировать исполнение обязательств. Кредитовская задолженность на 1 января 2018 года составила 13 млн. 641 тыс. рублей, в том числе текущая задолженность 8 млн. 875 тыс. рублей и просроченная задолженность составила 4 млн. 768,5 тыс. рублей. Из них 2 млн. 439 тыс. рублей – это управление образованием, УГК – 1 млн. 373 тыс. рублей, администрация города – 619 тыс. рублей и ЮСШ – 136 тыс. рублей. Просроченная задолженность – это задолженность 2016 года. В течение декабря 2013 года нами направлено было правительство Красноярского края заявки на получение в СИГ по 13 направлениям. Перечислять не буду, но все они вам хорошо известны. В связи с рабочей встречей в Министерстве спорта правительства Красноярского края на личном приеме принято 15 граждан. Основные вопросы, которые задавали жители города, были вопросы ремонта домов, предоставления жилья. Проведено рабочее совещание комиссии в соответствии с планами работы администрации города. Особое внимание в ВКП было уделено организации проведения и соблюдение мер безопасности при проведении новогодних мероприятий. По новогодними мероприятиями я подразумеваю не только сам проведение открытия новогодних мероприятий, но и обеспечение безопасности и функционирования системы жизнедеятельности города в новогодние рождественские праздники. Благодаря совместным усилиям с коллегами нам удалось провести более 200 мероприятий в городе. По данному направлению охватить участием детей порядка 80% от общей численности детей обучающихся в образовательных организациях. Порыв внутри квартального трубопровода в декабре 2017 года оставили стекла 8 пятиэтажных домов и одну дошкольную образовательную организацию. Благодаря совместным усилиям и с нашими коллегами нам удалось избежать возникновения четырехчайных ситуаций. Порыв был локализован и аварию удалось избежать. Вместе с сотрудниками администрации города, представителями общественности мы приняли участие в работе гражданского форума, познакомились с проектами, реализуемыми в соседних территориях, организовали и провели семинар, совещания с активистами города по образу участия в грантовых проектах. Указано направление, считаю, важным и перспективным в дальнейшем для жизни деятельности города Назарова, так как это позволяет вовлекать общественность в управление процессами происходящими в городе и привлекать дополнительные денежные средства. В декабре же месяце вместе с активными жителями города Назарова мы дали проект началу работ по проекту по Зеленой Рощи. Считаю тоже большим и серьезным проектом эту работу. В последние декабли решался вопрос о замещении котельника Мононоте подслужения от Назаровской грязи, которая фактически была готова к переключению. В связи с новогодними праздниками было принято решение о переносе сроков запуска этого проекта на 2018 год. Замена реализована 6 февраля и в настоящее время считаем ее фактически состоявшейся. Вместе с тем администрация выполнила свои обязательства перед коллегами и 29 декабря мы утвердили акт года этого участка, которого проводят в эксплуатацию. Поручения, которые давались в администрации города в декабре месяце, которые реализуются в настоящее время. Основные. Упорядочение закупок у единственного поставщика. Мы говорим о изучении ценовых предложений. Если раньше это не делалось, сейчас мы к этой работе приступили и плотно этим вопросом занимаемся. По повредительному согласованию проектов, контрактов, соглашений, которые заключаются, либо утверждаются в администрации. А по основке на учет и принятие в городскую указную имущество, начиная от пески, горки и длинное имущество. Мы определили этот порядок и ему следуем. Организована работа по погашению задолженности перед формой капитального ремонта. Вы знаете, что на сегодняшний день задолженность города порядка 9 миллионов рублей. Работу идем по двум направлениям. Терруппетензионная исковая работа с должниками. И второе направление работы – это работа по уточнению списка приватизированных живых помещений за 2014-2015-2016 годы. Работа продолжается в настоящее время. Централизация закупок по линии управления образованием. На сегодняшний день проведены первые закупки, которые нам могут централизовать, закупка на мясных продуктах. Есть хорошая экономия, и мы эту тему будем продолжать. Потому что все эти деньги останутся в системе образования. Проблемный вопрос, который есть, уважаемые коллеги, который я хотел обозначить сегодня – это позднее принятие бюджета города. Я уже говорил, мы приняли его почти в середине декабря месяца, что не позволило нам, вернее, сузило наши возможности для разрешения заявок по 44-му федеральному закону. У меня есть предложение в текущем году нам организовать работу таким образом, чтобы как можно раньше принять бюджет, чтобы выйти на конец финансового года уже в процедуру по 44-му федеральному закону. Ключевыми задачами 2018 года считаем сохранение развития производственного потенциала города, повышение качества муниципальных и государственных услуг, оказываемых на территории города Назарова, повышение качества управления, повлечение граждан в принятие решений, содействующих развитию гражданского общества, реализация мер по защите окружающей среды, обеспечение соблюдения прав человека общественной безопасности. Уважаемые декабря, в соответствии с 131-м федеральным законом уставом города Назарова, отчет в виде с главы города за 2018 год будет представлен вам в декабре текущего года. Благодарю за внимание и совместную работу. Мое предложение о включении, прошу считать, для этого предложения о включении вклада работы Назаровского городского совета на декабрь месяц, мой декабрь, о работе за 2018 год. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.